Как всегда, традиционной площадкой для занятий стал комплекс единоборств Александра Карелина. Здесь российская кадетская сборная готовится к первенству мира. Турнир пройдет 22 августа в Сербии. Спортсмены проходят функциональную подготовку, силовую и общефизическую. Отрабатывают борьбу на ковре и играют в футбол. Лучшего места для тренировок, говорят спортсмены и тренеры, не найти. Это последний этап подготовки к этим соревнованиям. Мы уже два сбора проходили, один в Нальчике, один в горах, мы проходили при Львусе. И сейчас заключительный этап, это будет здесь, на сваде, проходит. Мы как бы целый год практически здесь не были, по базе соскучились. В прошлом году мы готовились, именно отсюда уехали, поехали на первенство мира. И команда очень хорошо выступила, завоевала пять золотых медалей. В этом году молодых борцов ждет новый этап на пути к спортивной карьере. Теперь это ответственное соревнование пройдет в новом формате. Точнее, спортсмены должны выдерживать тот темп, который требуют новые правила. Они были введены в мае. Под старым правилом, там можно было балл один-два взять и стоять. И это не поощряло зрелищная борьба. И специалисты, тренера сделали более оптимальные правила, которые были, в принципе, вернули к старым правилам. Чуть откорректировали. И, может быть, какие-то моменты можно еще по ходу будет корректировать. Но, в общем, нам правила нравятся. Спортсмен из Красноярска Никита Сучков по новым правилам уже боролся. Немного не добрав баллов на первенстве Европы, которое прошло в июне, он проиграл борцу из Армении весовой категории 69 килограммов. 7-6, чуть не хватило времени, потому что вообще по взрослой борются два периода по три минуты, а нам сделали так, что меньше нагрузку, мы боролись два по две. Чуть не хватило времени отыграться. Ну, вообще, новые правила, мне по ним легче бороться. Главный тренер национальной команды надеется на хороший результат в предстоящем турнире. Сборная по вольной борьбе пробудет в Сочи в отеле «Весна» до 19 августа. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.